Всем привет! Я только что закончила свою пробежку. Здрасте. Пришла домой, муди рад меня видеть. Сегодня у меня возникло желание снять такой домашний влог, показать какие-то свои рутинные дела, кое-что из последних покупок. В общем, много чего именно дома. И самое главное, что я хочу протестировать новую камеру, на которой я сейчас снимаю, и просто как-то побольше ей попользоваться, поэтому буду снимать целый день. Душ принят. Обожаю это делать после бега. Чувствую себя такой свежей, обновленной сразу. Очень давно хотела показать вот этот гель-душ от бренда Lilabo. Вот такой вот вкус, аромат, как это называется. Я никогда не была в восторге настолько сильно от такого базового продукта. Просто каждый раз я хочу себя съесть, хочу себя нюхать после его использования. Он невероятно вкусно пахнет и долго держится на коже. То есть еще через часа, наверное, два я тоже его даже два, три, четыре, не знаю, ощущаю. Далеко не самый дешевый базовый гель для душа. И вообще это был подарок, я бы, наверное, сама такого не покупала. Но теперь я хочу его на 8 марта в подарок, так сказать. У меня также есть мыло от этого бренда, и тоже очень вкусно пахнет. Но не могу сказать, что я в таком диком восторге, как от гель-душа. Я всегда расчесываю свои волосы после митья, когда они мокрые. Хотя бытует легенда, что так они больше выпадают, но я не особо с этим согласна. И так они прямее уже потом. Дальше у меня по плану мятная маска от Lush. Привезла ее из Киева. Она так вкусно пахнет! Такой мятый, разит в хорошем смысле. Хочется ее съесть, как жвачку. Не знаю, миф это или реальность, но из Киева я также узнала, что маски лучше брать чистой ложкой, а не пальцами. Потому что с пальцев могут попасть микробы какие-то. Ну, наверное, с грязных пальцев. В общем, я теперь ложечкой беру маски, а не пальцами. Где моя третья рука, которая нажмет на 5? Если нанести на кожу зубную пасту, то примерно похожий эффект дает эта маска. Такой мяты, которая чуть-чуть пощипывает лицо. Мне очень нравится это. Еще я обожаю вот такой вид своего лица, когда на нем маска. Мне кажется, это очень смешным, забавным и в какой-то мере эстетичным. И я люблю всякие разноцветные маски. Короче, что-то я подсела на маске в последнее время. Но и если они классные, хорошие, то эффект тоже чувствуется. О, кстати, у меня есть тут сухой эвкалипт. Может быть, я сейчас сделаю какую-нибудь красивую фотографию. Смыла маску. Мне очень нравится эффект после, как себя кожа чувствует, как она выглядит. Так что прям реально от души рекомендую. Хотя в Беларуси, например, нет лаши. Некуда сходить и купить такую. А еще скажите мне, вы вот тоже так умываетесь? Или есть какие-то лайфхаки, как мне выливать воду на свою одежду? Вы не думали, что мне нравятся все продукты, которыми я пользуюсь? Вот покажу супер милк для волос, какое-то молочко. Мне оно сходу не понравилось. И прям реально не хочу им пользоваться. Какие-то волосы после него жестковаты. Не знаю, короче, не понравился эффект. Последний мой шаг. Это увлажняющий крем на лицо. Взяла новый. Раньше такой розовый крышечка. Мне больше нравился. Но это тоже хороший. Да, в 25 лет уже начинаю ухаживать за лицом. Наступает эта пора, когда увлажняющий крем становится твоим лучшим другом. Песик уже на другом стуле. Еще у меня есть от Lillabo крем для рук. Почти уже заканчивается. Мне не на десяточку нравится запах, но очень нравится текстура крема и как он быстро впитывается. У меня был крем Зелинский Розе в ванильный маленький такой тюбик. И вот он мне по запаху гораздо больше понравился. Это тоже оба были подарки. Не от бренда, если что, от моих друзей. Запахи, конечно, такие себе. Субтитры сделал DimaTorzok Это видео снято при поддержке языковой онлайн-школы Lingoda, с которой я учусь и сотрудничаю уже почти два года. Совсем скоро, а именно 28 апреля 2021 года, стартует Sprint. Это такой формат регулярного изучения языка, когда ты занимаешься онлайн в небольших группах со студентами со всего мира и с преподавателями-носителями языка. Занятия проходят через день, то есть получается 15 в месяц на протяжении трех месяцев. Их можно ставить абсолютно в любое удобное для вас время. И также, если вы посетите все занятия, то вы получаете 50% кэшбэк от стоимости самого спринта. А если вы хотите играть по-крупному и примете участие в суперспринте, где занятия идут 30 дней подряд на протяжении трех месяцев, то вы можете получить 100% кэшбэк за свои усилия. Я уже проходила однажды такой формат обучения, и могу сказать, что он очень дисциплинирует и дает реальный результат. У Lingoda разработана своя программа для английского, немецкого, французского, испанского и делового английского, учебные материалы, которые хорошо структурированы, чтобы информация усваивалась и вам было в обучении проще. Могу гарантировать, что это прекрасный способ начать уверенно говорить на иностранном языке в любой ситуации. Кстати, для английского языка у вас будет бесплатный доступ к онлайн-тесту Cambridge Speaking. Lingoda — это надежная европейская языковая школа номер один с немецким штампом качества и довольно-таки доступными ценами. Для того, чтобы принять участие в спринте, нужно зарегистрироваться до 16 апреля и также оплатить депозит, но с моим промокодом, напиши его здесь, вы получите скидку 900 рублей на этот самый депозит. Ссылка, как всегда, в описании под видео. Языковые спринты Lingoda проходят уже более трех лет, и студенты со всего мира часто делятся своими результатами, своими впечатлениями, и если вы хотите их почитать, то переходите в аккаунт Lingoda Official в Инстаграме, в раздел «Студенческие истории», и там вы можете их увидеть. В тот момент, когда думаешь, что будешь есть свой любимый хлебушек, а там же, простите, плесень зацвела, причем на каждом кусочке. Час дня, и это мой, можно сказать, второй завтрак, слэш-обед, потому что тут еще суши вчерашние. И по традиции мой выглядывает из-под мышки, в надежде, что ему что-то перепадет. Нет, это все мне, все мне! Недавно мне пришла большая посылка, и в ней одна вещь, это просто мой номер один в виш-листе за последние полгода точно. Это новое покрывало. Ну, если честно, я немножко прогадала с размером. Без шерсти пока что еще. Ну, скоро она тут появится. Пока что есть некое ощущение, что розовое покрывало сюда больше подходило, особенно учитывая розовые подушки, но, возможно, это просто вопрос привычки, и я привыкла. Ну, вообще миленькая, так свежо, я хотела очень поменять покрывало, потому что мне казалось, что если сменить его, будет ощущение новизны в квартире, в комнате, тем более на кровати много времени прожу. Вот, так что... Той же посылке пришла вот такая штука для чая, кофе. Очень хотелось красиво. Если помните, вот у меня в основном такие, и то их очень мало, и также всякие баночки из-под чего-то, и, ну, в общем, мне очень хотелось что-то... что-то минималистичное и милое. Еще там же новые вилки, ложки и маленькие ложки. Ножи я решила не брать, потому что я им никогда не пользуюсь. Приборы потрясающие, я очень давно хотела красивые, и эти нашла, конечно же, не просто так. Здрасте. Если помните, в Москве я останавливалась в такой очень красивой дизайнерской студии с большой террасой, и там же было очень много продуктов с этого сайта, которого сейчас мне пришла посылка, и там же я обратила внимание на приборы, насколько они красивые, как приятными есть. Сайт называется... La Redoute. La Redoute. La Redoute. Сложное название, напишу. Кстати, ножи-то у меня изначально практически такие же, хотя я даже не помню, где их покупала, но точно не с этого сайта. Вот. Единственное, что это немножко выбивается, но это реально лишний груз. Я не знаю, кто ими пользуется, но я дома ножами не пользуюсь. Теперь надо решить, что делать с предыдущими. Ещё одна штучка, такая небольшая салатница, очень миленькая, красивая, даже необычная. И буквально вторая, её очень не хватало. Вообще не фанат с катерси, но мне очень хотелось что-то такое нарядное на праздничный стол. В принципе, смотрится красиво, только, конечно, её погладить надо, а то немножко небрежно. Ну, если представить здесь бокалы и гостей, то в целом красиво. И последняя вещь для дома с этого сайта, с которой я тоже немножко промахнулась, в размере. Я не знаю, как она могла прийти такой большой. В принципе, ничего плохого, просто я себе представляла в разу три меньше. Это прекраснейшее кашпо в виде лица. Чтобы вы понимали размеры, вот моя ладонь, так сказать, гигантское кашпо. Но у меня есть большой цветок для него, так что всё нормально. Просто мне хотелось, чтобы оно где-то стояло на уровне глаз, чтобы можно было смотреть ему в глаза. Но, видимо, будет на полу. Мои дриппакеты из Киева потихонечку заканчиваются. Тут уже, наверное, одна треть только осталось. Не хочу еще одну. Панама. Citrus Black Tea Floral Hazelnut. Неплохо-неплохо. Купила я камеру Sony A7C, только бадди. Объектив у меня был, и стандартный я решила не брать. Перечислю основные причины смены камеры, которая была у меня до этого. Это Sony A6500 на вот эту. Первый — это откидывающийся экранчик, и его действительно не хватало. Я, конечно, чаще на маленькую влоговую камеру себя снимаю, но всё равно бывает, хочется, в общем-то, на большую. Плюс во время записи подкаста, видео подкаста тоже я себя не вижу, это очень неудобно. Плюс почему-то функции дистанционного управления, то есть через приложение на телефоне, очень ограничены для A6500, но все действуют для новой камеры. Full Frame. Запись видео без лимита, то есть камера не отключается на 30-й минуте. Опять же, для видео подкаста это очень неудобно. Безлимитная съёмка видео в 4К. И также в новой камере гораздо более мощная батарейка, соответственно, она больше выдерживает на съёмке, её нужно реже заряжать, что тоже большой плюс. Ну и в целом камеру обновила, та уже мне довольно долго. В общем, новее, функциональнее, и вот ряд плюсов для меня. В руке держать её удобно, она действительно компактная и лёгкая, как и говорили во всех обзорах. Вот эта кнопка, кстати, мне больше нравится, чем привычное нажатие вот здесь, как было раньше и сейчас на маленькой камере, потому что так я рискую выронить камеру, а так я всегда её держу, и мне удобнее кликать. Выглядит немного больше, но по ощущениям мне даже показалось, что это легче, хотя всё-таки это легче, но она как будто более такая тяжёлая. И да, ну и плюс в новом цвете взяла. Эту камеру я, конечно же, продаю, поэтому если хотите купить, переходите по ссылке в описании, есть объявление ВКонтакте, с ней всё прекрасно, только чуть-чуть потёртая. Только что у меня случился небольшой шоппинг. Купила масло для машины, аварийный знак, омывальку, ещё омывальку. На всё про всё 125 рублей. В месяце марта есть очень много неприятных дел, например, подать декларацию в СССР, декларацию подоходного налога без лица, квартал... Ладно, это будет следующий. Ну, короче, куча налогов, куча бумажек, которых нужно заполнять, платить бабло, и, в общем, я очень не люблю этот месяц за это. Сейчас поеду в свой любимый цветочный магазин спрашивать, что с моим фикусом, который я у них купила, просить совет, рекомендации. Мне, кстати, в Инстаграме очень много людей оставило свои рекомендации. Я всё прочитала, классные советы, только единственное, что они, некоторые, очень противоречат друг другу, и я как бы реально не понимаю, кого слушать, что делать, и, в общем-то, решила просто приехать к ним, показать фотографии растения, и вот послушать ещё, что мне там скажут, плюс купить удобрение, плюс, скорее всего, пересадить его, то есть мне нужно у них много чего купить. В общем, становлюсь седоводом на пару дней, буду заниматься своими растениями, чтобы они, блин, не помирали. Я, конечно, далеко не эксперт по цветочным магазинам, но мне очень-очень нравится магазин Jungle Buy в Минске. Я езжу только сюда, и он такой... Вот он реально джангл. Ты заходишь, там всё зелёное, всё хочется вынести, и, наверное, уже несколько цветков я там покупала. Сейчас купила 10-килограммовый грунт и удобрение для фикуса, буду его пересаживать. Кстати, у меня новые мартинсы, самая классическая, по-моему, версия, у меня никогда таких не было, на шнурочках, и они блестящие, такие лаковые, не знаю, как это описать правильно, но мне очень нравится. Удивительный факт, они 39-го размера, и то есть чётко по моему размеру, и вообще мне не тёрли даже первый день. Единственное, что когда я их надела без носков, то верхняя часть немного натирала ногу, не знаю, пройдёт это или нет, но сама обувь мне не натирает. Обратите внимание, как у меня трясётся рука, если что, я не специально её трясу, это вот настолько у неё трясучечка. Блин, это очень смешно, но это просто после мойки, от напряжения воды, вот так вот ходуном ходит рука. Солить. Эти сырки и именно с фисташкой это настоящая находка, очень вкусно, необычно, классические этой фирмы, типа мажорной. Я бы не сказала, что они меня чем-то цепляют, но вот эти, я просто готова за них теперь душу продать. Я уже как-то рассказывала про эти штуки, вот очень их люблю, и в этот раз взяла ещё попробовать какие-то новые по консистенции и по вкусу. Ещё из чего-то необычного я купила манго мочи, и я их пробовала первый раз в Москве, но не эту фирму, и если честно, мне пока не супер зашли эти, но я взяла ещё вот такие. Сходу вот эти повкуснее. В мою последнюю пробежку у меня сломался задник кроссовка, вот тут даже видна моя кровища, потому что там что-то начинает резать, когда ткань протирается, но скорее всего это минус кроссовки, но, я не знаю, может быть, не знаю, можно ли их не выкидывать и бегать дальше. Боже, я обожаю эту модель, наверное, самая моя любимая, может быть, потому что она поспособствовала тому, чтобы я бегала зимой, и сейчас на улице всё ещё мокро, у меня есть новые найки, но они скорее всего промокнут, и я не уверена, что есть смысл сейчас их носить, начинать, но бегать в этих было больно и даже была рана. Первое ощущение очень хорошее, приятное, ну, хотя реакты у меня уже были, только мне всё равно натирают пятку, потому что там уже есть рана, надо надеть пластырь. И, конечно же, у меня дома нет пластыря, когда он нужен. Падает очень красивый снег, такие хлопья, если бы хорошо, только сегодня 18 марта, как бы не надо, хватит, хватит падать, и хватит зиме быть. заканчиваем второй круг бега, и вот на голове у меня уже снежная шапка. Всё-таки пока было мокроватенько в таких кроссовках бегать, но в целом они очень удобные, у меня прям хорошее впечатление первое. Только что увидела снова кровищу. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok